Сегодня в рамках рубрики хочу сказать, наша съемочная группа вышла на улицы города, чтобы узнать у саровчан, знают ли они, что такое коронавирус и как от него спастись. Я никак не буду спастаться. Я буду как и прежде мыть руки и не ходить в особо, куда они меня не приглашают. Как от него спастаться? Да не надо от него спастаться, его на самом деле нет. Вы серьезно? Серьезно. А почему вы так порешите? Всемирная афера. Обычный гриб, он всегда каждый год немножко разный. А если все-таки зародился, что делать? Наверное, не выходить никуда. Носить маску, если куда-то вышел. Виска никого не сходить. У нас на площадке невозможно. Потому что, когда мы проходим, мы пальчиком должны нажать на кнопочку. Сегодня я взяла вот эту вот, как ее называется, влажную салфеточку антибактериальную. И я помазала и сломала наш турникет. Так что после этого меня постелят через другую кабиночку. Руки мыть. А еще что можно сделать? Ну, маски носить, нос промывать. А если придет карантин, будете сидеть дома? Карантин в садиках, в школах? Ну, вообще, вот в городе, если объявят карантин. Ну да, посидим сколько надо. Почаще мыть руки, не выходить в людные места. Ну и если заразились, то тогда уже, мне кажется, хотя бы не заражать других. Мне кажется, это хороший совет. Мыть руки. Так, а еще? Маски защитные. Как спастись? Ну, соблюдать личную гигиену, носить морлевые повязочки и меньше общаться с другими людьми. Откуда? Какие вообще симптомы есть? Ну, как я знаю, это кашель. Ну, и он появляется, по сути, как пневмония. То есть, ну, обычный кашель и все такое. Надо не паниковать. Главное. Вести себя здраво. Ну, так, я думаю, это лучше всего. А симптомы знаете такие? Ну, я так понимаю, повышение температуры, потом, ну, там, основная причина – это воспаление легких. То есть, какая-то, ну, наверное, тяжело дышать. И вот какие-то приступы такие, связанные вот с этим. А какие симптомы вообще есть в коронавирусии? По-моему, температура появляется спустя какое-то время после заражения и кашель. Друзья, спастись от коронавируса просто. Достаточно соблюдать правила гигиены и чаще мыть руки. С вами была рубрика «Хочу сказать».